Друзья, всем здравствуйте! Я рада вас видеть на моем канале. Огромное спасибо, что заглядываете ко мне. Сегодня уже прям очень не терпелось рассказать вам про свои новинки. Вот ждала последний аромат, это Libre Intense, который вышел, чтобы собрать всех вместе и поделиться первыми впечатлениями. Напомню, что ароматы, конечно, не проверены еще временем года, настроением, разными погодными условиями. Это вот первые мои эмоции, то, как я почувствовала эти ароматы, что мне понравилось, что, может быть, не понравилось. В общем, обо всем об этом поподробнее. Оставайтесь со мной, здесь будут такие вот самые нашумевшие новинки, о которых все говорят сейчас. Надеюсь, вам будет интересно. И начать я хочу именно с такой новинки. Это черный Lentardit Intense версия. Если вы смотрите мой канал, вы наверняка знаете, что у меня нет Lentardit аромата ни в парфюмерной, ни в туалетной версии. Все потому, что не садятся на меня эти ароматы. Вот мне за покупку подарили туалетную версию. До этого мне дарили тоже за какую-то покупку парфюмерную версию, которую я разыграла. И, в общем-то, парфюмерная версия, она раскрывается на мне, причем достаточно быстро. Вот первые ноты уходят, вот эти вкусные, виноградно-земляничные. И дальше аромат раскрывается земляничным, дорогим мылом. И пробовала и так, и сяк, в общем, никак. Когда я тестировала в магазине туалетную версию, она мне показалась абсолютно такой же. Но, наслушавшись обзоров, люди говорили о том, что она отличается и что она не уходит в мыло. И поэтому я очень порадовалась, когда ко мне приехала туалетная версия. Но, увы, на мне это снова мыло, только уже такое землянично-цветочное. Кстати, пахнет очень дорогим мылом. Что касается этого аромата, я даже не знала, что он должен выйти. И тут я получила пробник. Как только нанесла, я вот сразу пошла его купила. То есть, я пошла смотреть, где он есть. Он был тогда, на тот момент, в золотом яблоке. В Ревгош он был распродан. Потом в Ревгош опять появился. И был день марки, по-моему, было много подарков. Я в своем инстаграм показывала, там и помаду полноразмерную положили, и тональный крем. Ну, в общем, много подарков было. Конечно, когда только наносишь, то сразу вспоминаешь, да, Линтердит. Вот эти вот виноградные, такие сочные, сладкие ноты. К слову, Леша, мой супруг, он вообще как бы не интересуется парфюмерными обзорами. Уж тем более не знает, что такое фрагрантика. Где-то можно отзывы читать. Но когда я ему дала понюхать этот аромат, он сразу сказал, пахнет сладким виноградом. Да, вот действительно, кто как слышит. Кому-то это виноград, кому-то это земляничное варенье. Ну, есть что-то и оттуда, и оттуда, мне кажется. И знаете, это аромат более глубокий, более теплый, более тягучий. И более какой-то округлый, растекающийся. Мне кажется, он уже будет не настолько шлейфовый, а больше такой аурный, больше такой комфортный, более вечерний, более страстный. То есть аромат, мне кажется, более благородно звучит, чем предыдущие версии. Предыдущие версии, они такие яркие, такие оглушительно-шлейфовые. А этот уже более утонченный, благородно звучит. Но он очень тоже насыщенный и глубокий. И он сладкий, вкусный. В базе он, кстати, уходит больше в ванильные ноты. Вот прям такой вот вкусно ванильный становится. Но, что интересно, девочки, возможно, кто-то со мной сейчас не согласится. Но я, когда его получила, нанесла на себя, я хожу, и я постоянно вспоминаю Лондон. Вот этот вот мой прекрасный Лондон, который я включила в свою топовую подборку на осень. Шикарный аромат. И знаете, чем он мне напоминает? Здесь тоже есть земляничные, да, какие-то оттенки. Здесь тоже есть белые цветы. Здесь тоже есть такая сладко-терпкая, точнее терпко-грековатая сладость. Но хотя Лондон это абсолютно холодный аромат. Вот удивительно, да, что он такой сладко-терпкий вроде бы, но он холодный. И цветы здесь холодные. А этот аромат, он теплый, он такой убаюкивающий. Но что-то общее для меня здесь есть. Однозначно, как будто взяли Лондон и сделали из него такую Лондон Нуар или Лондон Найт версию на зимний вечер. Именно на зиму, на зиму и на вечер. И когда я пошла смотреть на фрагрантики, есть ли какие-то еще схожие ноты, я увидела такой интересный факт, что над этим ароматом также трудился доминек Рапион, который и создал Лондон. Вот такой вот интересный момент. Поэтому, возможно, здесь действительно есть какие-то вот такие отголоски. Не знаю, девочки, если и мальчики, если у вас есть два этих аромата, что вы напишете, согласны вы со мной или нет. Но вот эта середина, где цветы, сладкая терпкость, глубина, приклякаются для меня настроением Лондона. Так, следующий аромат, этого только сегодня я получила, это Либер Интенс. Вообще, мне кажется, что он получился чем-то даже похожим на лаванду, ботиковую линейку лаванда Трианон, ботиковую ланкомовскую линейку. Вот такая же здесь красивая, дорогая, классная лаванда, сладкая, утопающая в ванили. Здесь по нотам есть и древесные ноты, ветивер также здесь есть, лаванда, естественно, присутствует. И вы знаете, я говорила вам, что я очень хочу классическую вот эту первую версию Либер, но вот увидела Интенс и решила рискнуть, заказала. В общем-то, я буду носить и я буду выбирать. В итоге, какую я хочу больше, они для меня очень похожи. Этот, наверное, не такой прохладный, он более тоже теплый и более уютный. Но однозначно в нем унисексовость есть, которая есть в первой версии. Вот эти и холодные ноты, и здесь больше древесных нот. Мне очень понравился этот парфюм, но просто я считаю, что он не особо сильно отличается от предыдущей версии. Да, различия есть, но просто если у вас есть уже Либер, то не знаю, насколько имеет смысл покупать еще и эту версию. Возможно, если вы так же, как и я, присматривались к Либер, хотели себе, то, возможно, вам стоит попробовать две версии и выбрать. Девочки, у кого есть, напишите, поделитесь своими впечатлениями. Мне кажется, это больше зима. То есть я вот такие вот сладко-лавандовые ароматы больше вижу на снег, на заморозке, на холодные-холодные ветра. Мне кажется, этот аромат будет красиво звучать. Ну, я еще о нем как-то более подробно буду вам рассказывать в своих подборках за месяц. Следующая новинка, тоже нашумевшая, это Азалия. Азалия от Atar Collection. Конечно, вот скажу вам, стиль флакончика, так как сделали флакончик, очень проигрывает остальным другим ароматам. Этот аромат мне совершенно было не страшно заказывать слепую, потому что, как показывает практика, все ароматы Atar Collection мне очень нравятся. Они умеют сделать так, чтобы ничего не раздражало, ничего не выпирало, было красиво, дорого звучало. А здесь по пирамиде тоже мне должно было зайти, потому что я люблю и Миру, и Орхидею, и Марципан меня, конечно же, привлек. Но когда я его получила, кстати, я сегодня его наносила на руку, я вот просто, даже девочки, просто открыла. Когда я брызнула первый раз, я сразу вспомнила мой любимейший аромат, который я тоже берегу для зимы, это Валентина Мира Асалюта, редкость, которая сейчас стоит дорого-дорого. Вот шикарный вот этот вот серый глянцевый флакон, это очень похоже. И здесь, знаете, тоже Мира, она правит балом, она играет первую скрипку. Первое, что вы слышите, когда наносите, это именно сладкую, пряную немножко Миру. Вот здесь тоже Мира, просто божественная. Она с таким каким-то сливочно-сандаловым оттенком, хотя здесь не заявлен сандал, но для меня здесь самые главные ноты. Это Мира с пряным оттенком, это сливочный сандал и это ваниль. А этот аромат не такой сладкий, как Валентина. Здесь больше, гораздо сладости ванили чувствуется, но здесь больше цветов, таких глубоких цветов, как орхидеи. Еще сегодня, когда я нанесла, вот когда первый раз наносила, я этого не чувствовала. Но когда сегодня нанесла, в нем еще проявилось какое-то такое суховатое дерево, какая-то сухая древесная нота. Но в целом, мои первые ощущения такие, что если вам нравится Мира, а салюты от Валентина, вам 100% понравится этот аромат. Он очень-очень близок в духе. Марципанов я пока здесь не чувствую. Есть, конечно же, какая-то легкая сладость, гурманская, именно гурманская нота, но она не такая яркая, как здесь. Прекрасный аромат на зиму. Для меня больше он на зиму. Я люблю такой больше зимой носить. Такой, знаете, где есть легкий пряный оттенок, где есть смолистость, бальзамичность, такая красивая. Вообще Мира мне нравится, конечно, больше, чем Ладен, потому что она всегда более теплая. Она всегда какая-то более растекающаяся, более такая бальзамичная, что ли. Ладен, он бывает такой более колкий и холодный. Следующий аромат, о котором я хочу вам рассказать. Это спасибо огромное моей зрительнице, которая написала мне об этом аромате. Вот правда, если вы меня смотрите, огромное вам спасибо, потому что вообще вот эта вся линейка Мисс Диор, это настолько как бы не мое. У меня есть от Левант, Мисс Диор, парфюмерная вода, которую я купила, когда после того, как мне попадался пробник Мисс Диор. И мне очень нравится вот это начальное и среднее звучание, но потом он уходит такие конфетки, ванильки. И как бы мне не очень уже нравится. Девушка написала мне, что именно Le Parfum, Le Parfum, Le Parfum чем-то напоминает, то есть чем-то в одном стиле из Бенгалор. Ну и конечно, как я могла пропустить этот комментарий, я пошла читать отзывы. Отзывы, кстати, на вот эту версию, просто все восторги, от него все его обожают. Можете заглянуть, почитать. И я рискнула. А заказала вот такой вот очаровательный флакончик, очень красиво это все выглядит. Девочки, это любовь с первого нюха. Огромное спасибо вам еще раз. И кстати, я когда готовилась к видео, да, расставляла все флакончики, поймала мужа и говорю, ну пожалуйста, пожалуйста, понюхай все, попробуй выделить, какой тебе аромат больше понравился. И знаете, что ему понравилось больше всего? Вот это. Я, честно говоря, думала, что ему больше понравится Линтердит. Но оказалось, вот он свой голос отдал за этот парфюм. Я когда его только нанесла, я первое, что подумала, это так должны пахнуть идеальные французские дорогие духи. Это пахнет очень женственно. Это очень глубокий, очень такой породистый аромат. Прежде всего, я здесь слышу амбру. Амбра немного пудровая, немного сладкая, тягучая, немножко даже с каким-то пряным оттенком. И, кстати, Леша сказал, что еще здесь он слышит какой-то сладкий алкоголь. Наверное, да, можно что-то такое здесь себе нафантазировать. А пирамида здесь небольшая, роза, два варианта. Ваниль, амбра, еще что-то точно не помню, но мандарин, по-моему. Но это очень красиво звучит. Я думаю, 35+, кто и более старшее поколение оценит, просто, ну, я думаю, 99% вам понравится. Глубокий, насыщенный аромат. Ну, с Бангалор я не скажу, что, конечно, они похожи, но у них есть вот эта амбровость общая, теплая, немножко сладковатая, немножко пудровая, немножко пряная. Да, вот именно нота амбры у них похожа. Но парфюм такой больше в классическую сторону, но в очень красивую классическую сторону, без каких-то альдегидных, без каких-то резких, таких ретровых нот. Здесь вообще не намека на ретро, нет. Очень красивый женственный парфюм, девочки, обратите внимание, особенно кто мои ровесники и постарше. Думаю, вам очень это все понравится, тоже как и мне. Спасибо большое. И следующий аромат, который произвел на меня огромное впечатление, это новинка у Александр Джей, новинка 2020 года. Называется он Majestic Mask. Великолепный мускус, да, по-моему, переводится? Могу ошибаться. Флакон бесподобный. Коробка, это что-то с чем-то. Этот аромат, к слову, в этой серии, она раза в два дороже, чем вот эти вот ароматы у них, которые похожи на погремушечку, мне все время напоминают. Выглядит это тоже все более роскошно. И я его заказала вслепую. Я не знаю, как так получилось. Я просто обратила внимание сначала на флакон, почитала отзывы, почитала пирамиду. И вот что-то мне внутри, мне моя интуиция, чуйка подсказала, что бери, Карина, беги. Это очень красиво, девочки. Такого у меня точно нет, ничего похожего. И там есть на фрагрантике всего два или три отзыва. И я вот согласна с ними, что это действительно такой аромат фаты невесты. Воздушное белое облачко. Очень нежный, очень. Возможно, они попытались сделать аромат, похожий на маска шмир. Это коллекшн. Все может быть. Здесь могу сказать, что есть и холод. На старте он такой прохладный, такой чистый, белый, воздушный, невесомый. Вот прям невидимый какой-то аромат. На мою кожу он садится вообще просто какой-то невесомой вуалю. Однако шлейф он оставляет. Оставляет нежный, такой воздушный шлейф. Если как-то головой взмахнешь волосами, руками помашешь, то сразу начинаешь ощущать этот парфюм. И написано тоже в комментарии, прочитала, что он похож на запах коровки конфеты. И я тоже ощутила этот момент. Уже в раскрытии этого аромата через несколько часов появляется такая нежная-нежная, вот такая сливочная сладость. Действительно конфеты коровки. Однозначно оставляю себе остаток во флаконе. Прекрасный аромат, такой нюдовый, чистый, воздушный, какой-то девственный даже парфюм. А на мужской коже не очень хорошо. На мужа, например, не очень красиво сел. Какая-то нота стала кричать, прям выпирать. И он такой фу-фу-фу. Но на мою холодную кожу прекрасно сел. Я говорила, что на меня мускусы садятся превосходно чаще всего. Вот, очень нравится, девчонки. Что, к сожалению, вот единственный такой аромат, который мне не совсем зашел. Ну как, аромат хороший. Мне видится, что он многим понравится. И у него уже есть много поклонников. Это зефир от ваниль Александр Джей. Почему он мне не зашел? Я говорила, что я люблю гурманское направление более глубокое, более переливчатое, более контрастное, более сложное. Вот здесь уже, знаете, такое ощущение у меня, когда ты чувствуешь, что ты вырос из такого направления ароматов. Ну как бы есть парочку, да, в гардеробе, там, таких несерьезных, попсовеньких ароматов, таких на каждый день, вкусненьких, таких приятных. Ну как бы больше не надо. Это как Бритни Спирс. Вот я раньше, да, очень любила Бритни Спирс. Бритни Спирс, когда мне там было лет 12-15, хотела быть на нее похожа, завешивала ее плакатами, всю свою стену в комнате, слушала ее кассеты, покупала все песни, ее наизусть знала. Но теперь я не слушаю Бритни Спирс, потому что я уже выросла из этого направления, из этой музыки. Тем не менее, я не считаю ее песни плохими какими-то, да. Просто я уже все, повзрослела. И вот то же самое с этим ароматом. Если же говорить о самом аромате, то Ут Зефир, Зефир Ут Ваниль получился такой для меня аромат ванильного леса лютанца на упрощенке. То есть такой более попсовый, молодежный вариант ванильного леса, который тоже у меня был. Я когда его прям обильно на себя нанесла, кстати, его можно много на себя наносить, так как он очень воздушный, ненадоедливый, он такой полупрозрачный. То есть у него нет вот этой какой-то попослепательной ноты, тягучести. Он такой воздушный очень парфюм, сладкий. И здесь ярче всего звучит, это ириски чувствуются, это ваниль, это какие-то зефирки, такие фруктовым даже оттенком. Кто-то пишет, что банановый зефир, возможно, да. И яркая здесь очень нота дерева, такого сухого дерева. И вот это вот гурманское направление с деревом прям очень сильно напоминает в середине на мне прям ванильный лес. Плюс этого аромата хочется сказать, что все-таки в ванильном лесе там ваниль такая монотонная, но по крайней мере на мне была. Почему я и продала этот аромат, распила полностью и продала, потому что там, да, интересное звучание сладостей и вот этого леса, да, древесины, древесности. Но дальше, когда открывается аромат, это прям такая кондитерская ваниль. Здесь все-таки больше интересных вариаций сладости. Но все вот так вот попсовенько, я бы сказала, да, попсовенько. Вот, что еще хочется, наверное, в этом видео вам показать, это мои повторы. Я все никак не могу себе простить, девчонки, что я и мальчишки, что я забыла включить свой главный осенний топ, вот этот шикарный люксовый аромат. Я его обожаю, я ему уже много раз пела дифирамбу в своем видео. Я считаю, это один из самых красивых люксов современных на данный момент. Тоже здесь такая ядовитая сладость, такая с горчинкой, с какой-то терпкостью. Густое апельсиновое вот это варенье. Но даже вот этот вот шикарный старт, он не настолько меня пленяет, как его раскрытие. Этот аромат, я не знаю, каким-то чудным образом открывается корзиной фруктов и какими-то королевскими цветами, шикарными белыми. Хотя здесь фруктов нет, то есть только вот этот вот апельсин, но что здесь дает это, я не знаю. Просто божественный аромат. И те, кто помнит, я рассказывала, как я за ним охотилась, то есть как я его нанесла на блотер, не подписала и забыла вообще, что я его тестила. Я возвращалась несколько раз в магазин, перепробовала, просто мучила консультанта. Говорила, что я тут какой-то аромат нанесла, вот найдите мне его. И консультант не могла понять, тоже не могла вспомнить, предлагала мне другие ароматы. На утро я вспомнила, что единственный аромат, который я тестировала, там еще, это был вот этот. Я уже заказала слепую его, ну как бы так уже просто не пошла перепроверять, заказала. И когда он приехал, я такая, о да, это этот аромат. Это знаете, вот такое случается иногда. И он уже давно, кстати, на скидках идет в Ревгош, то есть на него постоянно скидки. Поэтому я свой остаточек, у меня там было, по-моему, около, может быть, 17 миликов, я его продала. У меня разрядилась камера и приходится доснимать в таком вот режиме. Хотела показать вам просто свои оставшиеся повторы. Во-первых, я повторила Валентином Пудре. Это один из моих любимых пудровых ароматов. Здесь пудра именно такая плотная, сухая, сладкая, очень-очень насыщенный аромат. Такой застревающий в носу, я всегда говорю, обожаю Валентином Пудре. Это просто, не знаю, классика в пудровых ароматах. Если вы любите пудровое направление, мне кажется, Валентина Пудра это первое, что вы должны попробовать. Еще хотела вот поделиться радостью, что у меня появился, точнее, я уже давно говорила, что он должен у меня появиться. Это Прада Миндаль. Здесь покажу вам сейчас коробочку тоже, как это выглядит. К огромному сожалению, я стала паниковать, когда увидела, что, по-моему, то ли в Золотом Яблоке, то ли в Сифара. По-моему, в Сифара или в Альдебате. В общем, на этот аромат пропала вариация, когда вы можете добавить в закладки, в избранное. И появилась надпись не нет в наличии, а нет в продаже. И это уже такой дурной знак, поэтому я уже стала думать, так, так, где мне найти? То есть, нигде вообще ни на каких сайтах нет. И я увидела, что есть в Ревгош в Ростове. Ну и что сказать, я просто негодую, потому что, ну, как можно такие красивые ароматы прекращать выпускать? И так всегда, как только ты нашел, наконец-то, свой идеальный аромат нежности, хрустальный, такой чистый, такой прекрасный, аристократичный, и все. Еще очень хочется высказаться по поводу Black Opium Neon. Ну, не нравится мне этот аромат. Он на старте очень химозненько звучит. Ну, первые 15 минут прям синтетически химозно. Потом, да, в нем появляется вот эта вот сладость, напоминающая классическую версию, но в нее добавили фруктовую яркую ноту. Но в целом он на мне вообще не меняется. Как-то синтетически попсовенько звучит. Короче говоря, он совсем мне не нравится. Вот прям совсем. Мне кажется, он вообще самый худший из всех этих версий. Простят меня, надеюсь, любители этого аромата, но вообще не нравится. И еще в заключении хочу вам показать пробник My Way. Да, тоже много-много раз его уже клали. Ну, я бы такой тоже не купила, потому что это тот аромат, который похож на очень многие ароматы. Но это такой супер универсальный вариант для тех, кто пользуется одним ароматом. Он заканчивается, они идут, покупают что-то другое. Вот им нужен такой парфюм, который на все времена. И в пиры, и в меру, и шлейфовый, и стойкий, и комплементарный, который наверняка всем будет нравиться. Который современно звучит, в меру сладко, в меру фруктово. Ну, в общем-то, вот такой вот вариант. Мне уже с такими ароматами скучновато. Вот, на этом, наверное, и все. Огромное спасибо всем хочу сказать, кто посмотрел это видео до конца. С вами была Карина. Увидимся в других видео. Всеми ароматами я делюсь, кроме Прада. То есть, все новиночки, они добавлены в распив. И там вы можете посмотреть меню распива. Но я с вами прощаюсь. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok